Иезекиилия, глава 13. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживает, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил. Посему так говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог, за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир, тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли нам, где та обмазка, которую мы бы обмазывали. Посему так, говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которой вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет. И вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене, и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены, и нет обмазывавших ее. Пророков израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму, и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын человеческий, обрати лицо Твое к щерям народа Твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки, и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим, за горстья ищи меня и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений, и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. Иезекиилия, глава 14. И пришли ко мне несколько человек и старейшин Израилевых, и сели перед лицом моим, и было ко мне слово Господне, сын человеческий. Сие люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я Господь. Могу ли при множестве идолов его отдать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут в Израиле, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека, и сокрушу его в знамении и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы боли не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа Ной, Даниил и Йов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или, если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимой, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей своих, а они только, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Или, если бы я навел на ту землю меч, и сказал меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или, если бы я послал на эту землю моровую язву, и излил на нее ярость мою и кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, а не спасли бы только свои души. Ибо так, говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и морвою язву, то пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в ней людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот, они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все это, что сделал в нем, говорит Господь Бог. Иезекииль, глава 15. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на него какую-либо вещь? Вот, оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паще, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградное лозы между деревами лесными, я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое. И сделаю эту землю пустынью за то, что они вероломно поступили, говорит Господь Бог. Иезекииль, глава 16. И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий. Выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог, чере Иерусалима. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей, и мать твоя Хитиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную, на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так, я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли риз моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и ступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем. И видел, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяновые сандалии, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон, и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и илеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна. При том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты, понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твоё на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одеж твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, и из моего серебра, который я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой, и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе пшеничную муку, и елей и мёд, которыми я питал тебя. Ты поставляла перед ними приятное благовоние. Это было, говорит Господь Бог. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снидение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога, и не покрыта, и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горя, горя тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям ферестимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассуры и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница, когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодеянная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеянии твоих было противное тому, что бывает с женщинами, не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарки, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот, я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидит весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и в ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя ногою и непокрытою, и созовут на тебя собрания, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут домы твои огнем, и совершат над тобой суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков, и утолю над тобой и гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться за то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот, и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех таких твоих мерзостей, вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь, ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хитиянка и отец ваша Мария, большая же сестра твоя, Самария, с дочерьмями своими, живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая тебя вправо, есть Содома, с дочерьмями ее, но ты не их путями ходила и не по их мерзостям поступала, этого было мало, ты поступала развратнее их на всех путях твоих, живу я, говорит Господь Бог, Содома сестра твоя не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои, вот в чем было беззаконие Содома сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, я на руки бедного и нищего не поддерживала, и возгордилась она и делала мерзости перед лицом моим, и увидев это, я отверг ее, и Самария половина греха твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя, неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, а не правее тебя, красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих, но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла постромление твое, и стыдилась всего того, что делала служа для них утешением, и сестра твоя Содома, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самарии и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, а ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше, а сестре твоей Содоме, И помина не будет в устах твоих, в одни гордыни твоей. Да коли еще не открыто было нечестие твое, как во времена пострамления от дочерей Сирии, и всех окружающих ее от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон, за разрад твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя. И когда я буду давать тебе их в дочерей, но нет твоего союза, я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь. Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. И языки Иля, глава 17. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву, скажи. Так говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую. В городе торговцев положил его и взял от семени этой земли и посадил на земле семени. Поместил у больших вод, как сажают его, и оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни были под ней же, и стало виноградной лозою, и дало отрасли, и пустило ветви. И еще был орел с большими крыльями, пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. «Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех, не вырвут ли корни ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большой силой, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот, хотя она посажена, но будет ли успех, не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер, и иссохнет на грядах, где выросла? И было ко мне слово Господне. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? «Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел, и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне. Когда будет насыпан вал, и построены будут осадные машины на погибель многих душ, он презрел клятву, чтобы нарушить союз. И вот, дал руку свою и сделал все это, он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог, — живу я, клятву мою, которой он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его и всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам. И узнаете, что я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог, — и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израиле посажу его, и пустит в ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнает все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю. Иезекииль, глава 18. И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря, отцы ели кистый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистоты не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает долг его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, — говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жены ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои и делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и на голову покрывает одеждою, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается. И беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие дел, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. И правде своей, в правде своей, которую он будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Вот, но вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших. Чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающих, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Иезекииль, глава 19. А ты подними плачь о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, и ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, подождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, и ел людей. И осквернял вдов их, и города их опустошал. И опустела земля и все селения ее, отрыкания его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Вавилонскому, отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. «Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями. И выдавалась она высотой своей со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвано, брошено на землю. И восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее. Огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее. И не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь. И останется для плача». Иезекииль, глава 20. «В седьмом году в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, «Так, — говорит Господь Бог, — вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, — говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, «Так, — говорит Господь Бог, — в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш!» В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, к росу всех земель. И сказал им, «Отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш!» Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, «И залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской». Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню. И дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив, был бы через них. И субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и бедом красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне, и говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установления их, и не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь, Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их, и светите субботы мои, чтобы они были знамением между мной и вами. Дабы вы знали, что я, Господь, Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставы моих не соблюдали, не исполняли того, что исполняю, человек был бы жив, нарушая субботы мои. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою, и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Так же, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям, за то, что они постановлений моих не исполняли. И заповеди мои отвергли, и нарушили субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцовьих, и попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему, говоря дому Израилю, сын человеческий, говори и скажи им, «Так, — говорит Господь Бог, — вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои. И я говорил им, «Что это за высота, куда ходите вы?» Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву, «Так, — говорит Господь Бог, — не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь? Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, — говорит Господь Бог, — не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не избудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, — говорит Господь Бог, рукой и крепкой мышцей простертой и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны. И соберу вас рукой и крепкой мышцей простертой и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов. И там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в вузы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их. Но в землю Израилю они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы дом Израилев. Так говорит Господь Бог. Идите каждый к своим идолам и служите им. Если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев. Весь. Сколько не есть его на земле. Там я с благоволением приму их. И там потребую приношения ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны. И буду светиться в вас перед глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилев, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя. И возгнушаетесь с самими собой за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и из реки пророчества на лес южного поля. И скажи южному лесу, слушая слово Господа, так говорит Господь Бог, и вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет тебе всякое дерево зеленеющее, всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я Господь зажег его, и он не погаснет. И сказал я, О, Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?